Могу сказать одну интересную вещь, значит, одна очень достаточно большая, солидная организация с бюджетом на порядки превосходящие, не на один порядок, на порядки превосходящие наши с вами. Вот, проводила вебинар по отчетности. Так вот, я засек, интересно, такой момент, я засек время, в течение которого они пытались отладить звук, начать вебинар. 28 минут, 28 минут. Поэтому у нас еще не худшие варианты, тем более, что у них есть свое ПО, свои ресурсы, много-много чего. Поэтому, ну, интернет есть интернет. Ладно, это лирическое отступление. Значит, что касается прошедшей недели. Значит, мы подготовили помещение. В этом помещении будет производственный экспериментальный участок, опытный участок. Туда переместили оборудование людей. Поэтому вывели уже нормальные рабочие условия. И то помещение, где была свалка малая, да, там все это, все вместе было. Сейчас его подготавливают для того, чтобы там был сделан конструкторский отдел. Конструкторский технологический отдел. Да, Владимир пишет, что и два часа звук не отлаживается. Ну, такого еще не наблюдал. Ладно, ну, если не отлажится, так не отлажится. Вот, работа идут. Сейчас все то, что переезды расставили. Люди от рабочего процесса были оторваны всего лишь на сутки. Вот, сейчас работают в штатном режиме. Также мы сейчас занимались неделю подготовкой образцов моторов к выставке. Вернее, не к выставке, а к мероприятию 16 февраля. На этом мероприятии мы представим двигатели стандартные и модернизированные. Эти двигатели будут открыты для того, чтобы каждый желающий мог. Где вы? Что опять звук пропал, уважаемые коллеги? Поставьте плюсики или минусы в зависимости от ситуации. Потому что я не понимаю, сейчас видите вы меня или нет. Уважаемые коллеги. Видно, слышно. Спасибо. И каждый желающий... Так, у кого-то Александра нет, у остальных есть. Значит, каждый желающий сможет своими глазами увидеть внутренность этих двигателей, чтобы можно было понять, что наша технология ни в коей мере не усложняет конструкцию двигателя. Что это, по сути, ничего такого сверхсложного нет, что легко сводит на других предприятиях. И иметь исходную документацию. Спасибо, Александр. Вот так же мы туда, помимо двигателей, вообще промышленного назначения, образцово предоставим. Тяговые двигатели, выполненные на базе стандартных двигателей. Эти тяговые двигатели предназначены для электромобилей. Будет представлено скутерное мотор-колесо. Будут представлены велосипеды. Тот же самый Твизи. Будет представлен. Поэтому мы постарались немножко расширить номенклатуру. Оборудование, которое можно будет посмотреть собственными глазами, потрогать, пощупать, повертеть. Собственно говоря, в своих руках. Вот, кроме того, у нас Игорь Николаевич будет на мероприятии на инвестиционном форуме, которое состоится в Сочи 14-15 февраля. Мы готовим туда. Вы подготавливали, вернее, всю неделю шла работа по подготовке. Материалов заявочных на участие. Поэтому работа была достаточно насыщена. Помимо технических работ. И тут же сразу же хотелось отметить, в контексте этих работ, хотелось отметить один такой момент. Сейчас задают вопрос, а зачем собирать средства, создавать КБ, когда можно прямо сейчас начинать заниматься проектированием. Взять парочку заказов и делаем. Смотрите, чтобы так поступить, то надо быть из ряда умалишенных людей, честно говоря. Или же с чем это можно сравнить в жизни. Ну, приблизительно ту же ситуацию, когда дать бойцу две гранаты и сказать, он, иди подпей, четыре танка. Может, кто-то это и сможет, я не знаю. Но Игорь Николаевич, это Сечин, который Ну, может и Сечин там будет, а у нас Яковлев. Но мы с вами занимаемся техническим проектом, реальным проектом. И такие фантазии неуместны. Потому что если берешься за разработку, надо быть четко уверенным, на сто процентов уверенным, что у тебя есть все необходимое для выполнения взятых на себя работ и обязательств. Мы сейчас, в настоящее время, делаем. Единственное, что мы можем делать, то, что мы делаем, это делаем те разработки, которые, так мы называем, инициативные, пилотные разработки, или разработки, которые начаты по собственной инициативе. Это опережающие разработки. В рамках того, что на сегодня можем делать. Для того, чтобы как можно больше сократить сроки выхода на доходность, чтобы время не терять. Ну и параллельно отрабатываются процессы, отрабатываются документы, документация и так далее. И люди обучаются. Вот эти работы можно. И результатом таких работ являются новые образцы двигателей, не только модернизированных, но уже перепроектированных. Не говоря о мотор-колесах, которыми вы уже наслышаны, но также были сделаны моторы для ручного электроинструмента, встраиваемых. И сейчас мы занимаемся образцами мотора общепромышленного назначения. Эта работа ведется. Да, Константин Яковлевик Игорь Николаевич это директор компании ООО «Соломаш», которая сейчас реализует проект и о которой мы сейчас ведем речь, собственно говоря. Хотя для того, чтобы реализовать проект, ясно и понятно, что работает не одна эта компания. Потому что компании «Соларгрупп», «Соломаш», «Соларгрупп», «Аспромт», «Аэсэппп» эти все компании работают на разворот, на разворачивание вот этого проекта, на разворот его в практическую плоскость, на переход от идеи к реальному техническому проекту, материальным объектам. Поэтому можно сказать, что все эти компании, они на разных этапах занимались этим проектом. Потому что, допустим, компания «Соломаш» «Соломаш» будучи участником проекта «Соломаш» занималась на этапе эскизного проектирования, технического проекта, ну, собственно, стартапа, когда надо было от идеи дойти до реальных циклов. А компания «Соломаш» предназначена для коммерциализации уже результатов, полученных в рамках Компании АСПП. Ну, так это делается обычно. Что еще хотелось отметить, что помимо тех вот озвученных работ, выполнялись еще и другие работы, которые далеки от финишных этапов, которые начаты. И о результатах этих работ, ну, я думаю, мы сможем доложить несколько позже, в ближайших, на ближайших вебинарах, скажем так. Что еще хотелось отметить, прежде чем перейти к вопросам. Значит, очень часто, очень много слышно там возгласов по поводу того, что, а, вот никто ничего не делал, никто ничего не придумал. Все это фиртинограмма-то, что это все, там, лохотрон и так далее. Еще раз возвращаясь к этому вопросу. Значит, в мировой практике принято, вообще в научном сообществе принято, следующая процедура, доказательств состоятельности, либо несостоятельности каких-либо проектов. Как это делается? Значит, вот нашлись, допустим, такие чудаки, как Дуйноу, там другие компании АСПП. Ну, и взяли по-быстренькому на скорую руку, написали какой-то патент, черт знает, чего-то там напридумывали. Закинули в Роспатент, там в Роспатенте оказались эксперты несостоятельные, ну, что-то взяли и выдали им патент на изобретение или на полезную модель. И вот, допустим, сидит эксперт и говорит, ну, что они придумали какую-то чушь? Вот, он открывает этот патент, смотрит, читает и хочет его протестовать. Что для этого надо? Для этого надо по описанию в патенте провести эксперимент и получить результат в строгом соответствии с описанием патента. И если результат не соответствует заявленному патенту, подать заявление в палату по патентным спорам, ну, сейчас есть суд, патентный суд, протестовать этот патент и сделать его ничтожим. А потом можно, это шарлатан и поет. Всю процедуру закатывает. Но, никто этого не делает. Из так называемых валеных хейтеров, правдорубок, правдоискателей и так далее. Почему они не делают? Кишка конка. Во-первых, у Мишка мне вышли. Во-вторых, это не на диване перед веб-камерой, да, умняка изображать из себя. Это работать надо. И тут хайп не словишь. Тут не будет уже такого китча, да, когда сидит, он там применяет ненормативную лексику. Там нужно будет применять термины определения, строго прописанные, однозначно применимые в данном виде деятельности. А это серьезная работа. Эти ребятки, они на серьезную работу хребковаты выглядят, да. Несмотря на то, что там фейсы круглые, ну, хребки. Жила у них не та. Да и задачки у них другие. Они не опротестовать хотят, они хотят раскрутиться. И поиметь хоть что-то себе на карман с этого дела. Поэтому никакие они не правдоискатели, никакие они там не борцы за справедливость, не борцы там с пирамидами и так далее. Просто я уже говорил, у этих ребят есть выбор. Або дураки, або подлёки. Если они себя не относят ни к одной из этих категорий, они должны выполнить действия, которые я только что писал. И все тогда будет хорошо у них в жизни. А если они этого делать не хотят, то значит, что с ними ясно понятно. Ни в каком сообществе, тем более в европейском, в котором они летят, стремятся, и к которым они себя причисляют к какому-то высшему сословию, социальному высшей касте, расе или ещё какой-то там господ. Их оттуда, извините, погонят. Ну, сами знаете, какими трикотажными изделиями. За всем, уважаемые оппоненты, воспользуйтесь методикой, докажите несостоятельность. И после этого мы с вами поговорим о изобретательстве. И обо всем остальном. Потому что, к сожалению, на постсоветском пространстве в России всегда было принято обхайвать, поэтому разработчики уезжали за рубеж, и там всегда реализовывали. Но находились те, которые и здесь, на этой территории, невзирая на вот такое отношение, добивались и добиваются результата. Вот что я хотел отметить. И тут Андрей Борисович спрашивает. В прошлом вебинаре попросил поставить в конторе факс. Будет установлено. Андрей Борисович, смотрите, вы имеете ввиду факс Соломаши или факс? Если насчет Соломаши, факс есть. Меня спрашивают. Сейчас возникает огромное количество краудинвестинговых площадок в России, если методика проверки их на честность. Вы знаете, Илья, ну, наверное, только практика. В 90-е тоже бизнеса было много всякого, много полумерона, да, пока не оставались определенные категории. Точно так же врачи, да, порядочные, непорядочные. Точно так же многие другие мастера, вот когда вы в этом обращаетесь, всегда неоднозначно, поэтому надо четко отслеживать все это дело. И пока краудинвестинг, краудфандинг – дело новое для России. И многие идут туда, в него идут не для того, чтобы реализовать какие-то проекты, а для того, чтобы заработать на этом деньги. Ну, не заработать, потому что я не знаю, как это правильно назвать. Скажите, пожалуйста, как можно поднять частоту с 50 до 100 Гц на напряжении 48 Вольт? Андрей, ну, применяйте частотник. Либо электромашине преобразователь, либо тиристами, там разные варианты. Сколько лет вы уже отрабатываете для выхода на рынок с такими компаниями? Что-то тут же. Я слышал о вас несколько лет назад, а возле ныне там. Только слышать на дайте сплошной болтовня конкретики ноль. Юрий Павлев. А что, проверка патентов – это пустая болтовня или это методология? То, что сделаны машины и то, что готовится к мероприятию – это болтовня или конкретика? Вот в вашем посту, ну, точно, одна болтовня, конкретики никакой. Вот я вам привожу цитату из вашего поста. Сколько лет вы уже отрабатываете для выхода на рынок с такими компаниями? Вам не кажется, что в этом предложении отсутствует смысл? Я слышал о вас несколько лет назад, а возле ныне там. Ну, отлично, обо мне вы могли слышать и 10, и 20 лет назад. Потому что я опубликовал много материалов, статей. И что дальше? Но если у вас во дворе стоит ВОЗ, и вы его не двигаете, я в этом не виноват, честно. Так что, извините, вы вначале посмотрите на свои сообщения, прочтите их и постарайтесь осмыслить. Спасибо за ваш пост. Перспектива разработок КБ мотора или есть идеи? Значит, перспектива инженерной компании – это разработка моторов, продажа на них документации и постановка их производства. На этом зарабатывание. Так, уважаемые коллеги, ну, по новостям все, по чату я немножко посмотрел, ответил, поэтому с вашего разрешения я перейду к вопросу. Валерий, почему салабаши опять так тянут? Они издеваются или что это вообще такое? Очень надеюсь, что это не на 3-6 месяцев или опять год. Они хотят аргументировать свою позицию? Валерий, я уже на эти вопросы отвечал, да? Нет, это, я полагаю, что все-таки это не 3-6 месяцев и не год. Вот, аргументация у них, ну, четко, ясно, понятно. Работа идет четко, ясно и понятно для нас. Просто, понимаете, я, ну, как, я уже много раз говорил о том, что я не хочу приводить какие-то промежуточные этапы и говорить о том, что будет там когда-то или не когда. Потому что я говорю только о том, что либо свершилось, либо о том, что зависит от меня. Об остальных событиях я говорю, что вот должны быть выполнены то, то, то и те работы. Когда все это будет сделано, я все это назову. И поверьте, что переход через этап происходит не случайно. Я думаю, что в ближайшее время я смогу вам дать ответы на эти вопросы. Надеюсь. Валерий, вы можете заказ взять и при каких условиях? То есть выход в Алабуше, аттестация лаборатории, утверждение методик испытаний, уверенность в исполнении договорных обязательств и так далее. Или прием кровоизноса нужно построить КБ в Алабуше и только потом заказ. Валерий, естественно, уверенность в исполнении договорных обязательств с нашей стороны. А для того, чтобы я был в этом уверен, должны быть все технические, технологические переделы, позволяющие выполнить взятые на себя обязательства. Для этого нужно, поверьте, КБ. И плюс ко всему, есть еще один нюанс немалой важности, немаловажные, немалая важность, как угодно. Какой же это нюанс? Не сама цель выполнить разработку. Мы с вами реализуем проект коммерческий. И цель этого проекта – получение прибыли за счет реализации инновационной технологии. И для того, чтобы эта прибыль была максимальной, и проект был экономически привлекательным и давал хорошую доходность, для этого необходимо иметь люботы. Если мы будем вести экономическую деятельность в рамках существующих, не получив статуса резидента Алабушева, доходность проекта будет существенно ниже. И ответим мне на такой вопрос. Кем надо быть – идиотом или же таким тщеславным человеком, чтобы продать что-то намного дешевле, чем можно продать на самом деле? Только из-за того, что хочется продать, хочется сказать – я вот сделал этот двигатель, вот они везде стоят, и зашибись. Коммерческий результат будет же меньше, если мы не будем иметь всех этих преференций. Так зачем я буду продавать разработку, имея все время налоговое, когда можно немножко потерпеть, сделать, выполнить и продать? Это тоже одна из составляющих. Стать резидентом и так далее. Ну и плюс ко всему, естественно, что вот в рамках тех площадей, на которых мы сейчас находимся, мы можем сделать только часть работы. Весь комплекс работ по проекту мы выполнить на этих площадях не в состоянии. Мы можем какие-то простейшие вещи делать, мы можем делать начальные вещи, но закончить проект до конца на этих площадях мы не сможем. Негде не оборудование поставить, да и технологии не поставить. Именно поэтому надо делать именно так, как делаем. Можно было бы сделать намного проще, поверьте, не стали бы огородные родители. Полностью согласен с Валерием, предыдущий вопрос задал. Но вот есть еще одно обстоятельство. Каждый резидент ИЗИ имеет свой сайт, на котором представлен бизнес-план, основной свой функционал, системы ИЗИ и так далее. Ну вы абсолютно правы. Сайт, в принципе, можно будет запустить. Он разработан, наполнен. На нем выполнены последние корректировки в связи с актуализацией документов заявки. Все это сделано. Но смотрите, вы вот приводите примеры, другие сайты и так далее, да? Вот. Но вы не учитываете одно обстоятельство. Все те проекты, на которые ссылаются и которые реализуются на площадке Алабушево, или на других площадках Технополюс Москва, не являются краудинвестингом. А краудинвестинг – это вещь несколько специфичная. У нее есть своя специфика. И она налагает определенное ограничение в раскрытии всего объема информации. Плюс ко всему, сама информация об опыте краудинвестинга, ну это в некоторой мере тоже товар, который может принести определенный доход в общую копилочку. И смысл разбазариваться всем этим. Объясните, пожалуйста. Если вы полагаете, что это можно взять и вывалить, в угоду чего? В угоду того, что кто-то скажет, ну спасибо, ребята, да, вот теперь у нас, нам не надо тратить деньги, не надо тратить силы, мы сейчас у вас все это подгребем, причешем под себя и вперед. А оно нам надо? Да не вопрос, я могу это сделать, но опять-таки вопрос. Вам что, деньги лишние? Если мы, допустим, используем всякую возможность, чтобы хоть какую-то копилку сэкономить, тратим все нервы, здоровье и все остальное на то, чтобы уменьшить бремя и нагрузку на проект, взять и так неосмотрительно все кинуть. Для чего? Для того, чтобы удовлетворить чье-то любопытство? Или от этого будет польза? Какой проход это будет? Объясните мне. Ну вот мы выложим всю эту информацию. Какая польза будет проект от этого? Объясните, может я что-то не понимаю, а? Ну я вот действую, исходя из своего разумения, в меру собственной испорченности, да? Не до развития, может быть, своего. Ну, такое и есть. Андрей спрашивает, почему не рассматриваете параллельно развитие в любом другом государстве? Извините, я, может, нецензурно немножко скажу, но одной рукой за ту и другой схватиться, ну как-то невозможно. Вы попробуйте, может у вас получится у меня, я точно говорю, что не смогу. Да не разорваться просто, и туда, и сюда. Но он занимается векторарицем, он занимается коммерческой составляющей, там, по Китаю, там, да, там, популяризацией. Занимаются, люди занимаются, делаются. Но что вы понимаете под развитие параллельно в любом другом государстве Европы? Как вы себе это представляете? Там создать инженерную компанию, команду разорвать на части? Не знаю. Давайте одно сделаем, потом уже. Дальше. Во всем есть рациональность. Я бы рад, чтобы мы работали по разным государствам, сразу к учению, но для этого надо дорасти до этого еще. Однако, ну вы скажете, так мы не резиденты, однако я вам отвечу. Готовь сани летом, вот вам ссылка. Прошу учесть, например, сведения о необходимости в ближайшее время создать. Константин Т-34. Мы сани готовим, только сани несколько другие. Мы занимаемся сейчас активно разработкой моторов по нашей технологии. И выполняем все те работы, которые мы можем выполнить, исходя из сегодняшних условий. Из тех тех процессов, которые у нас запущены, работают, из тех возможностей. Делаем за делом. Вот это вот мы делаем. Это важнее. Сайт запустим, сделаем. Все для этого есть. Сайт это не такая проблема. Сайт, создать сайт и торжественно открыть. Спасибо за ответ. Спасибо и вам за вопрос, Константин. Ну, можно торжественно открыть. Можно будет открытие приурочить к вебинару. И в ходе вебинара ребята сделают открытие сайта. Принимается. Можно так сделать. Я не против. Но товарный знак, еще заявка не подана. Поэтому пока еще не дадим. Заявка будет сделана, тогда товарный знак их опубликуем тоже. Надеюсь, меня услышат. Так, что-то убежал опять. Убежал, извините. Так, надеюсь, меня услышат, так как только и говорите о предложениях. Однако делайте все по-своему, не всегда прислушиваясь. Константин, ну, я делаю... Да, я прислушиваю мнения и предложения. Почему? Я их учитываю. Но, поверьте, я делаю, исходя из анализа ситуации. Вот, и с учетом высказанного мнения тоже в том числе. Но, поверьте, у меня информации немножко больше. Я делаю именно то, что... Как минимум, не навредит проекту. Насколько реально Викона будет находить 2-3 хороших заказчиков в год? Спасибо. Виталий, ну, если разновидности двигателей синхронных больше, ну, порядка 10 тысяч, заказы есть, поверьте. Расскажите о новом помещении, которое презентовали в ролике. Что там будет и для чего оно. Валерий, ну, я уже про это рассказал. Это производственный участок. Там будут выполняться механические монтажные работы. О сборке. Добрый вечер. Хочу уточнить, какова минимальная сумма, чтобы войти. Это, Павел, ответит. Извините. Хотел уточнить по поводу переоступки далее Солар-Маш в пользу Солар-Гроу. Когда и при каких обстоятельствах. Не передумали еще? Валерий, а какое основание мне передумывать? Я сказал то, что сказал. То, что было заявлено, то и будет сделано. Обстоятельства названы были. После полного храждения президентами Алабушевым. Будет выполнена переоступка от давления. После отчетного периода Солар-Маш также будут выводиться на сайте с одним сотрудником. Уставным капиталом 110 тысяч. И все уже поменялось. То есть уже не один сотрудник и так далее. Валерий. Знаете, спасибо вам за вопрос. Я не полагаю вас глупым человеком. И вы прекрасно понимаете, что после сдачи отчетности, там будет указано то количество сотрудников, которые там работают в Соломаш. И тот уставной капитал, который есть. Поэтому отчетность будет отражать факт. Уставной капитал никто не собирается увеличивать на данный момент. И я бы хотел, чтобы вы попытались сами подумать, на что влияет уставной капитал в данном случае. Что вы даёте, зачем его нужно увеличивать. Ну а количество сотрудников, по факту, те, которые есть, вы все это увидите в отчетных документах. Они везде будут на всех официальных сайтах. Секрета в этом нет.